Привет всем на Украине и в Израиле. Наконец-то я закончил монтаж видеофотоматериалов, снятых в ноябре прошлого года во время нашей встречи в Израиле. И хочу показать вам, что из этого получилось. Хотелось бы, чтобы участники этой встречи вспомнили, как это было, а остальные зрители просто посмотрели на Израиль нашими глазами. В любом случае, это будет интересно, надеюсь. Наберитесь терпения, так как смотреть придется долго. Всего 4,5 часа получилось фильма. Из 18,5 гигабайт от снятого видео в фильм включено 11. Из 500 фотографий около 400 включено в фильм. Некоторым, возможно, покажется этот фильм затянутым, но мне просто не хотелось терять те крупицы информации, которые были собраны во время нашего недельного путешествия по Израилю с разными гидами. Еще один момент. Чтобы не скучно было смотреть, и для музыкального оформления видеофильма, я использовал песни израильской певицы Шарид Хадад. Поэтому прошу прощения у ивритоязычных зрителей за то, что, если им покажется, иногда, может быть, видеоряд будет диссонировать с тем, о чем она поет. Так как я, естественно, подбирал эти песни по мелодике, поскольку ивритом не владею. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, женщины увлечены пищей, наверное, уже все забыли. Так, я вас даже спрашивать не буду. Так, мужики, кто помнит о том, что нам только что рассказали? Я помню. Итак, когда Израиль? Да, почему? Нет, я не помню. Откуда возникло название современного Израиля? Она не сказала. Так, ладно, рот занят, понятно, он не скажет. Значит, древнее государство образовалось в 6 веке до нашей эры. Было такое название, а в 11 веке, извиняюсь, было названо. Оно прошло всего лишь 150 лет. Так, это наш автобус. Находимся в Хайфе после первого прибала. Беллочка, ты куда? Так, подождите, какой автобус девочка? Так, Белла, вот запомни, вот этот вот беленький, это наш. Так, это наш экскурсовод. Вот. Это вся наша группа. Наши красные. Это твои, я заблудил ситки. Это Даня, у меня внука, я пошел ручку отслабляю. Мы заняты, ведь классные. Больше выкинь. Так, все, ребята, ну вы уже, это самое, сытые, все наконец. Все пьяные. Едем в Кейсарию сейчас. Какой не пьяные, хлопцы, запомни. Так, запомните еще раз, какой автобус, как он выглядит. Вот этот, белый. И написано Тревел Люкс. Тревел Люкс. Да. Тревел Люкс. Тревел Люкс. Тревел Люкс. Тебе сколько заплатили? А, по-моему, это еще самое хорошее. Я вообще продаю ехать. Еще пока не заплатили, я продам это выгодно. Так, так где наш этот самый, как его, экскурсовод? Экскурсовод что-то говорит там, нет? А, вот она. Лара. Лара. Здесь будет очень жарко, а немножко там. Жарко не будет. Один всего это дальше. Не, погода очень хорошая, даже солнце не так сильно светит. Смотрите, как хорошее. Алло. Сейчас совсем смешно. Мы здесь, когда происходили, что там уже сидят, запоздали. Акфорий, или Кузарей, в русском звучании, Кузарей. Поселения на этом месте существуют с Третьего бюджета до нашей и оно называлось «Стратоновой башней». Это был Рыватский поселок. Во времена Александра Македонского город был завоеван, и потом еще раз перезавоевал Александр Минаев. И он входил в сортах Космонейской империи. Пока в 63-м году до нашей эры император Помпей не дал городу собственную власть. В короткое время город принадлежал к Кеопатрии. После этого император Помпей подарил этот город Ироду Великий. Ирод Великий в 50-м году до нашей эры отстраивает великолепнейший город, который снабжает водой посредством двух акведуков, ведущих с горы Кармель. В городе в полном развлечении был театр, ифодром, термы и великолепный зимний искусственный порт единственный в Израиле, построенный в древние времена. Порт, который соперничал с портом Александрия. Сейчас мы пройдем в древний театр и полюбуемся на то, что там есть. Здесь представлены скульптуры, которые были найдены при росту. Они относятся к римскому и византийскому периодам. Улицы города были оформлены, украшены вот подобного рода скульптурами. Д sessionю, скажите, я на следующем видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Каждая сказала, что это был первый театр, который был построен здесь у нас После этого были построены, конечно, другие театры, но это был первый Это было новое введение в еврейском государстве Это было очень языческое Это возмущало коллегиозный Иерусалим, и поэтому в Иерусалиме у нас нет театра Театр у нас нет Театр от Велики построил этот театр Для того, чтобы вести европейский образ жизни А вообще происхождение театра в Древней Греции В V веке истоки театра идут от культа Диониса Это один из богов плодородия Изображается он обычно в гроздью винограда и в виде козла Культовые празднества в его очередь Сопровождались песнями, плясками Люди одевали маски и козлиные шкуры Вот как раз вот из этих шествий двух пьяной толпы Зародились в главные жанры драмы, древнегреческие драмы Это трагедия и комедия В переводе с греческого «трагедия» звучит очень интересно «Трагус» – это козел, а «Оды» – это песня Поэтому трагедия – это песня-козбор И здесь мы говорим о сатирах Сатира – это спутники Диониса Козлоногие существа, воспевающие его страдания и подвиги И трагедия – это нечто серьезное А вот комедия – это помос, это шествие хмельной толпы Распевающие такие, я бы сказала, чистушки, веселые песенки Поэтому комедия – это более такой веселый жанр И вот таким образом с течением истории мы видим, как из более простого мы поднимаемся вот к таким сооружениям В начале пути для театра было достаточно Круглые площадки утрамбованы, а зрители садились на холм Поэтому мы видим форму, которая повторяет Это вот в гористой Греции такая трагедия Утрамбованная площадка называлась орхестры, а слово «носмотреть» Вот сейчас видите на части театра, что это называется орхестры Уже в 5 веке его необходимо создать специальное сооружение для подобных представлений Его назвали театром Театр – это основные части орхестры, на которых стоите Слово «смотреть», «транцевать» Театр – это сидение для зрителей Театр – это театр И скена или сцена Это вот эта часть, на которой обычно делают декораты Которые выглядели как колонны, дворца или храма За фасадом были помещения для реквизита Мы здесь увидим, закрывалось всё И положили, надо чтобы складывать какие-то ошибки Эй, вам не страшно? Страшно, жутко Мы первые проходим с нами Ну давайте, давайте Мы с тобой Так, мужики Женщины вы куда пошли, им не страшно говорят Страшные женщины пошли в подземелье Женщика, а женщины всегда впереди Не помнишь, как мы на Соломоновых скалах лазили на горы с тобой? Помнишь? Белла, только у вас коня не хватает, чтобы вы на скаку остановились Не, с конём это всё на пустыне Вау! Я сейчас посиделиваю Где? Как и написано «Наиле Север» А что «Наиле»? Я говорю Вот здесь Так здесь Вот здесь переодевали Между прочим, вот эти ступеньки, на которых сидели сидения Это 1961 года постройки Имейте ввиду Это не постройки, а реставрации Реставрации Потому что здесь в театр действительно приезжают концерты К нам они садятся Ааааа Слушай, это 2000 год зовут Она ждет нас Театр у нас песни козлов трагедия трагедия это песня козов оказывается в конце я не знал я тут а вот тут оболен то что мы видим элементы были найдены при раскопках мрамор мрамор или нет мрамор привезенный либо из италии либо смотрите какое величественное сооружение было вот это вот мухэтажная прямо за нами это скина здесь стояли статуи а вот мы видим артистов которые выступали это более сложный элемент с листьями очень красиво саркофак ты понял что такое саркофак да да и дай и мясо передающие мясо фаги фаги да саркофак 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 да каменный ух какая красотища красотища какова саркофак саркофак Прямо в море, да? Ну, смотри нас вот из машины. Что ж такое примесение? Для воды. Сохранялась вода, которая здесь после дождей, да? Были такие жлобы, которые велись для того, чтобы для нужд. Это не для китей, а была обычная вода, а для хозяйственных нужд. Алло, алло. Красиво, правда? Красиво. Экскурсия сменяет экскурсию. Место паломничества. Так, это чем этот камень-примещатель? Господа, перед нами копия камня, который был назван при развитии театра. И это посвящение, на котором написано, что Понти Пилатус, римский прокуратор, посвящает реставрацию театра в первом веке нашей эры императору Тиберию. Это выглядело вот так вот. Кибериум, Понтиус Пилатус. Освящается. Так это копия, а где же оригинал? В музее. В музее. Оригинал нельзя сюда поставить? Такое паломничество. Смотрите, девочки, девочки, Женька, посмотрите, как летят. Какие летят? У нас есть страна, да, они уже летают. Жаль, Женька. Куда еще жарче? Где еще жарче дойти? Жек, нам шуток. К нам летят. Они на север летят от вашей жары, наверное. А знаешь, когда лошадь летает сюда, так и на север, в море, в зубы, в море, в зубы. О, вот это туалет. Проточная гота. Похоже. Что, что, что? Туалет. А вот это? Да. Где там проточная вода не понятно, но... А из дома на экскурсии в Кейсарии. Да? Ничего стесняться. Очень много. Кормить монт. Это строение глобальной формы. Монт, монт. 450 метров в ленту, было рассчитано на семнадцать тысяч посадочных мест. Фонные колесницы выходили с севера и вращались вот таким образом вокруг разделительной полосы. Хорошо, родная. Хорошо, я буду ждать. Амфитеатр? Это и подробно. Амфитеатр круглый, обязательно. Пока, солнышко. Это все тоже сиденья отреставрированные? Это все частично восстановленное. Дюна, которая пришла после того, как византийцы были изданы оттуда арабские невусульманскими завоевателями. Эта дюна пришла к нам с Африки. Африка находится у нас вот здесь. А вот здесь у нас находится Европа. Вот так вот у нас север. Все эти пески, которые к нам пришли из Африки, они занесли вещество на высоту до северного канала. Ребята, вы сухой песок. Моя-мое-мое. Сейчас там, к сожалению, не приходит песок. Море наступает, потому что в конце 15-го года мы построим Суэльский канал. И у нас, к сожалению, нет, мы у нас. Да. У нас то, что происходит сейчас, что море наступает, а все прибрежье у нас археологическое. Море подмывает и каждый раз то, что не успевают раскапывать, обрушивается в море. Средиземное море. Рыбак рыбака видит издалека. Коля пошел разведывать. На что здесь можно половить рыбу? Группа, тем не менее, удалилась. Да, ипподром вот такой полной боевой готовности к колеснице здесь когда-то выезжали. Вся вот эта поверхность этого гигантского ипподрома, со временем, когда он вышел в использование, была заполнена мусором и битой керамикой из домов жителей этого города, которые просто сбрасывали сюда эту керамику слоями. Это была такая яма, мусорная яма. И вот мы видим, какое количество было здесь керамики. Посмотрите, как... Словно. Вот это интересно. Там не только керамику сбрасывали, а разбитые. Кувшины сбрасывали разбитые. Вот это интересно действительно. И сколько же лет этим черепкам? Аааа. Ааа. Ааа. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok боев, ипподромских скачек, и также полностью отпадает надобность в римских барах. И то, что мы видим сейчас, это то, что город перестраивался, город перестраивался под нужды византийцев. Кроме того, после того, как Рим уже пришли в упадок и барбары завоевали Рим, очень усилилось влияние церкви и наступил период инквизиции. В инквизиции, он, как известно, был очень жестким. Были гонения на всех, кого подозревали в ересе, и в том случае евреев. И поскольку евреев принято хотя бы в шаббат делать омовения в средневековой Европе, это было признаком еврества, признаком ереси. Поэтому вообще ни о каких банях, ни о каких омовениях речи быть не могло. И следствием этого средневековая Европа подвергается громадным эпидемиям чумы, холеры. Вот так пишут. Кошмар, хорошо. Христиане вообще не были, что я ничего не понял? Они отменили? То стены, которые перед нами были построены в 1251 году, сейчас они сейчас копированы, Людовиком Святым или Людовиком IX, королем Франции. В 1099 году в Европе стало движение на защиту и освобождение храма Гроба Господня, который находился здесь у нас в Израиле, в Иерусалиме, под властью мусульман. И громадное движение, религиозное, двинулось просто сюда. Это были толпы людей, которые под эгидой церкви вышли освобождать храм Гроба Господня. Было это обусловлено не только религиозным рвением, а еще кризисом феодальной Европы. Поскольку в феодальной Европе главное богатство это была земля, по определению, потому что мы знаем из школы, но право на землю имел только старшийся, а средний и младший оставались без надела в земли, получилось, что очень большое количество людей остались неудел. В Средневековой Европе растет бандитизм, люди приезжают в горы, и начинается вот такой вот очень мутный период. И решение выйти в крестоноские походы решает очень большие проблемы для Европы. Поэтому, да, уже тем временем не было, нужно было выходить в воевательные походы, и очень хороший год. Здесь не было земли, здесь был храм Гроба Господня, святая цель на освобождение этого двинулись верующие люди во главе с папой Григорием VII, который благословил этот поход. Но к этому походу, опять же, пристали все те невостребованные люди средневековой Европы. И первый крестовый поход превратился даже во что-то забывательное, поскольку они сметали все на своем пути, и пройдя как тут нопать, который на тот момент был крестьянским, они разграбили даже конституционно. Ну а придя сюда, они сумели забывать Иерусалим, и здесь у нас на два века образовалась крестоноская государство. То, что мы видим сейчас, это те, которые были отстроены собственноручно Людовиком IX, после того, как Байберс, частично Байберс это мамлюк, солдат, разрушенность в сети. Пойдемте, я вам еще хочу показать порцию Григория и каланц, и мы потом пойдем посмотрим еще на станок. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у нас образовался такой вот небольшой перерывчик на потребление натурального сока Здесь вот товарищ один давит прямо вот сок из гранатов и еще из каких-то крупных Прямо с помощью такой машинки засовывает Вот и настоящий сок прямо вытекает туда вот в стакан А ты помогаешь делать сок? Осторожно, осторожно Я рекламу делаю, рекламу Может быть, может что-нибудь Может что-нибудь Ну как, ты уже дождался, нет? Ты еще не можешь еще хорошего сказать? Нет, я жду свой сок Так, мы ждем объективного мнения, да С льдом Я уже в этом Я уже все Женя, замечательно Я хочу сказать Сладкий Я хочу рассказать, что это такое Это хамса Хамса, вы во многих местах наверняка видели это Хамса, это аберет или талисман Хамса с арабского означает пять И это изображение руки Вообще-то это мусульманский аберет И он символизирует пять основных принципов ислама Пять основных принципов ислама Включают признание Аллаха и Мухаммеда его последним пророком Обязательный хадж посещения веки Молитвы пять раз в день Пожертвования бедным И обязательный пост один раз в году Священный месяц Мы здесь видим уже изображение Иерусалима Поскольку евреи и мусульманские страны Установили этот талисман И этот талисман Сождающих огонь Барышни Шире шаг, шире шаг Вы самые последние из группы Тихо, 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 тихо Еще не все Она сказала срочно Куда, где автобус Как заехал? Ситадель, видишь? Автобус сюда заехал? Вау, какая красота ты здесь Ё-моё Так, Толик, вытаскивай камеру Давай сними нас где-нибудь На фоне вот этих вот деревьев Ты посмотри, какие деревья Так, где нам встать? Так, я предлагаю сесть всем вот на эту скамейку Фотографируй, Денис Капахчуру Живой конец Соличка такой красивый Красота О, Господи Толик, ну где это у нас снимешь? Давай вот под этим деревом Смотри, какое красивое дерево Даже сквозное Давайте ставим здесь вот Город Атпа. Период крестоносцев и период с 16 по 17 век, когда здесь были мусульманские правители Омар и Джезар. Именно к этому периоду нужно отнести крепостную стену, которую мы видели, этого города. Крестоносский город был намного больше и он находится под нами. Я объясню почему. Во время первого крестового похода в 1099 году крестоносцы прибыли сюда с севера по пути к Иерусалиму. Ахо был окружен стенами и не тратя время на осаду Ахо, они продолжили свой путь в Иерусалим. Захватив Иерусалим, вот же Балдонский вернулся сюда в 1101 году, но тоже не смог взять Ахо. Прошу прощения, прошу прощения, Ахо. В 1102 году сюда приехал король крестоносцев Балдуин Первый и попытался опять же осадить город. Ему это опять не удалось и по той простой причине, что Ахо было очень трудно завоевать суши. Поэтому Балдуин Первому пришлось заключить договор с итальянскими торговыми компаниями, которые владели всем этим побережьем в 12 веке. Представители городов Физы, Генуи и Венеции со своим флотом владели всем Средиземноморьем. Поэтому Балдуин Первый был вынужден заключить с ними договор о одновременном ударе с моря и с суши. Только после этого город был завоеван. Но за это торговые итальянские компании потребовали треть города. И в городе Ахо существует три квартала. Итальянских квартала по имени вот этих трех итальянских городов. После первого крестового похода мамлюки изгнали отсюда крестоносцев. Но уже в 1140 году король Ричард Львиное Сердце завоевал Ахо и сделал его своей столицей. Он отстроил город и сделал из города цитадель. Цитадель это крепость и она имеет форму четырехугольную. Мы вот здесь находимся в месте, которое не является древним, но оно повторяет форму древней цитадели. Цитадель или госпиталь, как раз, дал название ордену рыцарскому госпитальеры. Это те самые рыцари, которые занимались строительством города Ахо. Цитадель или госпиталь. Цитадель или госпиталь. Цитадель или госпиталь. Если у тебя есть еще чуть-чуть из-за того, что чуть-чуть нелабь, то посмотрите и посмотрите мне, 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 которые правили в Египте, они заботились о том, чтобы у них были хорошие войны. Для этого покупали детей даже из степей Казахстана и из степей Украины, привозили их и воспитывали их в Спартан. Это были маленькие войны, которые прекрасно владели оружием и скакали на лошадях. Это была отборная армия. После того, как они достигали совершеннолетия, они принимали ислам. И с этого момента они не могли быть рабами, и они назывались мамлюками. То есть это освобожденный раб. Но они несли верность своему господину, и у султанов была мамлюкская армия. В самые лучшие времена не насчитывающие более 5-10 тысяч, поскольку воспитание таких воинов было очень дорого. После того, как умирал господин, мамлюк получал свободу, и мог быть предоставленным самому себе. Передачам быть мамлюком по наследству было невозможно. Нужно было родиться, пройти всю вот эту школу, стать ребенком военной подготовки, и только дорасти до звания мамлюка. И мамлюки не могли передавать по наследству ни звание мамлюка, ни власть, ни богатство свою. То есть это было очень интересное такое формирование. И в Египте в XII веке они сбрасывают правящую династию Хасимов, Хатимидов, и приходят к власти. И вот с 1216 года начинается период владычества мамлюков. Такая военная династия, которая завоевывает у нас и Палестину. Лидер? Ну это место, наверное, какой-нибудь царек. Голосуйте за товарища мамлюка. Вау! Старый Акку. Ты что, хочешь войти, Оля? Женя, посмотри, что она делает. Наверное, она хочет с рабом познакомиться. Она такая отчаянная, Ольга с детства. Я с детства помню, какая она отчаянная, Ольга. У нас-то и всякие мы делаем нюх. Оля, ты что, туалеты еще? А ей что-то вдруг голову взбредет, а начинает эту самую. Вот это? А? Это почему? Так, и вот здесь, в центре арабского квартала, вот такое неподобство получается. Ой, ручки отбили? Вау! Красотища-то какая! Что такое? Фикчер? Фикчер? Фикчер. Жень, ты нас снимаешь, Анатолич? Ясно. Сделаешь фикчер. 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 Сейчас, ясно. Сейчас. Ой, сколько котов-то! Три кучащих трактора, вон. Арабские кошки. Побежали. Точно арабские. Она обидела, что назвал ее Арабской. Нет, наоборот, она гордится этим. Она была еврейская, она обижала. Да нет. Дискотека 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 Этим колоннам две тысячи лет Это все гранит Там подмазано Вот это гранит Вот такой здесь Ты понял, что эти колонны Которые внизу Нижняя часть Дискотека Привезено С побережья из южного побережья Израиля, аж доты южнее. Им действительно реально по 2000 лет этим колоннам. Остальное все сооружено, так сказать, реставрировано позже. Вот уже в нашем времени. Видно остатки старого порта. Пирсы. Бухта. Древний город хрестоносцев не было очень много подземных ходов. В том числе и в городах. По одному из таких подземных ходов, подземных ходов, хрестоносцы бежали во время осады Салахаддина, погрузились на генуэзские корабли и уехали в Европу. Вот как раз отсюда. Мы были. ПОДПИШЕСЬ! יש בלאגן בסביבה, תהייף ידיים חזק, היום אני מאושרת. יש בלאגן בסביבה, המסיבה מתחילה, אני כל כך מאוהבת. Субтитры создавал DimaTorzok 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 округленькое местечко. Он стоял и проповедовал однажды, когда он получил возможность выехать со своего 101-го километра. Хайфа является для бахайцев мировым центром. Здесь находится прах баба, а с той стороны дороги управление, всемирные архивы, библиотека, все маленькие беседки, которые вы видите, это захоронение членов бахайской религии. Членом бахайской религии может являться любой человек, кроме израильтянина. Такое соглашение. Потому что в Израиле запрещена пропаганда религии. Чтобы не связываться, они так решили. Кроме израильтянина. Бахайцы верят в красоту и гармонию мира. Один из девизов – лучше строить и сажать, чем стрелять и убивать. Поэтому красота, огромный храм по Чикаго, все смешение стилей, красота и принципиально нет скамеек. С природой надо сливаться. Медитация. Теперь давайте пройдем, друзья, это в общих, в общих. Амжик, еще раз, смотрите, приехать. Где-то супруга потеряла. Не интересует? Скажите, вы упомянули, что под Чикаго есть храм. А где еще есть храм? Много в мире. По Чикаго он видит пагоды. Обычно много из Америки. Чего-то бросит родное. В Америке я больше не знаю. Где есть? В Индии. В Индии? Да. В Индии много. Здравствуйте. Завтра очень красивая. Я не думаю, что мы где-то. Надо было хайпом поселить. Посмотрите. Вообще приехать. Посмотрите. Красиво так. Посмотрите. Вау. Чикаго, между прочим, эта штука, она очень похожа на это, но на, по-моему, даже большего размера. Слушай, что интересно. Я никогда сюда не подходил так близко, но диаметра она большего. Во всяком случае, оно интересно. Слушай, апельсины. А, мандарины, конечно. Вот те мандарины растут, как будто бы настоящие. А это апельсины, наверное. Как в раю, а, Татьяна? Как в раю, правда? Идите на мой. Здесь совмещены две идеи. Замкнутого сада по принципу Парижских садов первых и висячих садов Шехерезады. Обратите внимание, когда мы будем у центрального входа, с той стороны, орел, птица с двумя крыльями. В ней есть символика. Очень много не символичных. Птица символика. Птица с одним крылом не может летать. Символика единства мужчины и женщины. То есть понятие одиночества и монастырь неприемлемо. Друзья, просят нас сейчас, когда мы приблизимся к двери центрального входа, не фотографировать. И на протяжении этого круга соблюдать тишину и молчание. Если можно, даже на минуту отключить мобильники. Можно я потом напомню, включить. Прошли. Я начала с пьяного. Вау! Друзья, перед тем, как вы смотрите на нижние, посмотрите, на страстные крыши. Вопросы бахаистом, кем они занимаются. Мы еще немножко, кольт, вернемся в автобус. На это есть время. Я хочу напомнить, для тех, кто не знает, опять я не знаю, что вы слышали вчера, что нет. Это в храме, мы это ослабили, что сама вернули. Немцы, темплеры, которые в 19 века были гостозить эту землю святую, где приходили не темплиеры, но темплеры. Храм. Они построили свои колонии. Нынешний Тель-Авив, тогда-то и Тель-Авива не было, Саронская долина, Ияфа, Иерусалим. И вот здесь, в Хайфе, там готические шлейфы на дома. Они довольно состоятельные люди, они показали на этой гулой земле похож на работу. И залива, в такой омылу, о котором все они гадали. Они показали, что они продавали в Англии. Иерусалим. 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 Продолжаем осматривать красоты Пахайского сада. Это как естественно, как в стране. Толя, ты согласен, что он тут? Прошли, что похоже на рай. Да. И главное, что это не Пахтимаше, это натуральное всё. Какие дикованные какие-то деревья, невиданные дорожки, невиданные звери. Так, а скорее нет, невиданных. Мандарины просто так растут, и никто их не срывает. И да. 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 И да и медлендер, и не это не торчит. Ну, Райд, хоть на видео у вас сниму все. О, невиданные звери, пожалуйста. Вот это, да. Их отрезают, кушают, салаты, они как трупы, да, сабы. Их продают на вес, например, на базарах, вот это. Павлины, павлины. Ой, ребята, все, Джинга, все, какие красивые цветы. Мавлины, мавлины. Вот надо бы оттуда встать. Крышка сделана. Да, классно. О, а здесь уже сад кактусов. Сад кактусов. Кактусы растут в пустыне, да? Красиво, правда, Женя? Четверть миллиарда тебе сказали. Четверть миллиарда? Четверть миллиарда. Стоит вот это, да? Великолепное все. Девятнадцать террас. Сада Бахари. Садо Бахари. Нет, я не думаю. Я думаю, что... Чтобы поддерживать. Ой, я так понял, что это построить. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр! אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמה ישראל, אלוהי, אתה הכל יכול נתת לי את חיי, נתת לי הכל בעיניי דימא, הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק, הנשמה זועקת שמה ישראל, אלוהי, עכשיו אני לבד חזק אותי, אלוהי, עושה שלא אהב חד Чисто еврейский, религиозный город. Это интересный чудо, шляпа у нас садится. У него под шляпой емолка. Это наша группа вся вытянулась в струнку. Видно, это центральная прогулочная улица. Бизнес просветает. До новых встреч. Как я уже сказал, на самой высокой вершине Израиля, поэтому здесь вот такая вот консультация. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 но насмешанного типа. Синагоги определили прежде всего своим главным определяющим направление молитвы. Направление молитвы на Иерусалим. Это первое, это синагогу делают синагогой. Второе, что в ней необходимо, арам-кодыш, святой шкаф. Чудная работа здесь, элементы иудаизма, руки, две руки протянутые к Богу, ажур и краски, о которых и не надо говорить, о реставрации нам неизвестно. Говорят, один раз было несколько лет назад, на этой серии говорят. И здесь совершенно необычным является еще и фигурка льва в льву. Вы видите, у этого бородатого льва, и потом, когда вы будете, уходите удобнее. У этого бородатого льва человеческое лицо. Рассказывают, что строивший синагогу приехал из Испании, и он был на грани принятия католитизма христианства. Изображение Бога в виде человека, и очень всего, старца, умудренного, бородатого. И он начинает изображать, и руки тянутся к привычному, потому что он видел за границей. А когда он напомнился, ему жалко было снимать. И он взял фигурку льва, тем более, что лев Алье и синагога Али. Великий каббалист, так же, как и создатель каббалы, Ралия Ханат, Ралия Хаеку, при жизни не записал на строчке. И все записал после его уже смерти, его ученик Хаек Гиталь. Сам он говорит, когда его просили записать что-то, я начинаю говорить, у меня такое впечатление, что вода прорвала плотину, и сейчас там полонет все. Его взгляды на жизнь были, прежде всего. Вот сейчас уйдет висей, его каббалистику называют мессианской. Вот сейчас идем встречать висею, в отрицательном плане, которые влияют на мессианские движения, и прочих, которых назвали уже висеев. Это ощущение, состояние оно жилось. Рассказывает о нашей синагоге, он прервал молитву и сказал, я чувствую, мессиан, здесь он уже среди нас. Он сказал, в субботу, давайте выйдем и пойдем в Иерусалим навстречу мессии. Был старался мишина. Оген сказал, не в Иерусалим, а в далеко. А второй сказал, но субботний стол приготовленный, я должен предупредить жену. Он заплакал и сказал, вот из-за вас, мессия, и не приходит. Ощущение, вот он здесь на пороге, оно и породило мессианские движения, оно создало особую атмосферу сфата. Сфати, одна из узких овощей, где ступеньки спускаются вниз, называется переулок мессии. Рассказывает, что жила-была старушка, которая каждое утро выставляла стаканчик воды и кусочек хлеба наверх. Никто это не трогал. Вечером она забирала из-за плав, чистая вода и кусочек свежего, нечёрстого хлеба. И когда ее спрашивали, почему, она говорила, я живу здесь одна, дети разъехали, смотрите, сколько ступенек. Мне так тяжело здесь подниматься. А когда мессия придёт, каково ему будет идти, пусть хоть напьётся и хлебушек. Старушка умерла, улицу назвали переулок мессии. Мессия, по преданию, должен прийти оттуда, от горы Мирон. Сначала гора Мирон, потом спад, и лишь потом он придёт в Иерусалим. Синагога Ари. Идём к дому, который 400 лет занимает одна и та же семья, бизнес которых свечной заводик. Происходят очень красивые свечи, но очень дорогие. Произведение искусств даже можно сфотографировать. Свечной заводик. Кто свеч? Свечной заводик. Ну, надо же посмотреть, конечно. Ненадолго, я зайду минут через две-пять. Спасибо. 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 Вот такая вот арт-галерия. Опять же, мы находимся в Цвате, самом еврейском и религиозном городе Израиля, столице Кабалы. Пойдем посмотрим сейчас. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, я должен взять вам фотографию. О, да. Я понимаю, что вы имеете в виду. Я получил в виду фотографии, спасибо. 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 Голландские высоты. Это самая северная часть Израиля. Пик Хермон. Сегодня погода не очень хорошая. Туман. Пасмурно. Но вот это вот то, что удается разглядеть, различить. Это самая высокая точка Израиля. В большинстве воинская часть стоит здесь, на Хермоне. Может быть и нет. Лыжный курорт, говорят. К сожалению, очень плохо видно издалека. Здесь у нас был обеденный перерыв. Сейчас мы едем осматривать Голландские высоты более подробно. Живут здесь. Значит, живут здесь в основном Друзы. Четыре Друзские деревни и очень большие территории. Я думаю, что с автобуса я лучше их сниму. Так, мы находимся на самой Верхотуре, почти на сирийской границе. Голландские высоты. Так, это что за чудоище. Это распитый самолет. Сейчас мы прочитаем. А кто нам может здесь прочитать? Что за такое? А это контрольный поут. Что там написано? Что-то связано с 2000 годом. Единственное, что нужно понять. Так, это мы идем сейчас на наблюдательный или контрольный пункт. Ну, прежде всего, наш бронепоезд на запасном пути с правой стороны. Дальше туда же с правой стороны горды голландских высот, вот и ветряные мельницы, они обеспечивают, вот эти вот эти, которые мы видим, бытовым электричеством, без фабрики завод, всем нужды голландских высот полностью, все домики, клубы и прочее, вот эти вот ветрячки. Партия зеленых была очень против, они говорили, что портят естественные витки. Ответ, ничего не портят. Дальше, внизу лагеря, он, видите, он светится, он наиболее беленький. За лагерем правее, это еще территория Израиля. Дорога делит дальше, снова светятся огоньки. Оттуда провозят невест, яблоки и прочие, оттуда друзы меняют невест. Перед нами Кунетра, вот перед этими рассыпанными деревьями и городом, который стоит без стекол, город Кунетра. Город Кунетра зашел Израиль в 67 году и по Женевской конференции 74 года вышел под этим городом, там где заканчиваются красиво очерченные поля, на границах всегда очень красиво обозначены, где наши. Отдали Кунетру сирийцам с условием заселения. Расчет был такой, не дай бог что-то начнется, они же их эвакуируют. Сирийцы не заселили Кунетру по сегодняшний день. И когда к ним начали предъявлять претензии, левее выглядывает город и прекрасная дорога на Дамаск, они построили новые города и назвали новая Кунетра. Неважно, но лишь бы. Главный принцип. Перед нами Кунетра, территория Сирии, разбросанные деревушки, это все Сирия. А теперь гляньте, друзья, на эту ровную оплату, вот здесь и произошли те страшные бои с 73 года, которые во многом определили судьбу Израиля. Сюда, к этой горе, рвутся сирийские бригады, а здесь 12 танков. 12 танков, несколько снарядов, раненые, убитые. Связь по рации, главнокомандующий северным военным округом Рафаэлей Тан Рафуль. У него есть книга на русский переведенная «Исповедь солдата». Не могу сказать, что хорошая, потому что язык солдата в этой книге. Он пишет, я их все просил, держитесь, но я не знал, как они могут держаться. Держаться зубами некого посылать, нет сил и нет оружия. А если сирийцы прорвутся к нефтяному шоссе, север Израиля полетел. Я не знал, что делать. Отчаянный атеист. Он говорит, и вдруг я услышал, что ангелы Бога протрубили у меня в ушах. У него перед армией ушел уже в отставку. Молодой офицер, молодой это 30-й, тут закончился договор. Януш Парад. Его называли «Сын удачи». Он шел с удачей рука об руку, услышал о войне. За пять дней с Гималаев долетел с самолета на самолет в Израиль. И успел добраться на своей машине до Кибуца Миром Галан. А там десяточек танков. Танкисты, которые не знают, как сюда проехать. Все обстреливается. И снаряды. Он вышел по рации на связь. Он связался с Рафулем. Рафуль говорит, я услышала его голос, и у меня впечатление, что ангелы запели. Дал ему нужное направление. Сумятицу навести. Какие-то выстрелы протянуть немножечко время. А сюда, чтобы свои не подстрелили. У Янаша, отец, вел передачу «Доброе утро, Израиль». Начинаем утреннюю гимнастику. И Рафуль передает сюда. Ребята, к вам сейчас подойдет с неожиданного направления. Сын господина утренняя гимнастика. Дайте ему возможность покувыркаться. Результат. Результат смятения. Сирийцы так долго не могли взять, что они начали отсюда отступление. И когда этот переломный момент прошел, самая главная опасность. Я не рассказываю еще о той долине подальше, долина плача. Когда прошел этот момент, Голдомейр посылает телеграмму в Америку со словами «У нас нет иного выхода, кроме крайнего». Атомный удар. И Америка открывает воздушный мост. Через два часа после первой поставки оружия война с голландских высот сместилась на территорию Сирии. И дальше, как и в прошлых случаях, блистающая, блистательная победа после пяти дней переломного тяжелейшего момента. Был такой премьер-министр, покойный Минахин Бегин, когда сирийцы сильно заливались, он им говорил, вы что хотите опять познакомиться с Янушем, ну приходите, он вас ждет. Известный эпизод для истории. После этого укрепленная линия совершенно откровенная. Это все свежие укрепления, они готовые, не дай бог, в случае пехотной защиты. Это не довоенные, не сирийские, это израильские после 73-го года. Вы можете немножко пройтись по окопам, спаститься, оно все свежее и готовое. А внизу выращивают вишки, собирают яблоки, это все очищенное, красивое, это израильские. Что еще здесь видно? Ровные домики сирийские, это была сирийская военная база, она так и стоит. До 67-го года, то есть израильская граница сейчас по метро проходит, под лагерем ионовцев. А потом вдалеке, вон там где идет дорога, опять с правой стороны виляет граница, 60 километров отсюда до Дамаска. Впрочем, там внизу стоит разметка сколько тысяч километров до Вашингтона и так далее. Господа, до Вашингтона, по окопам и все прочее, 10-15 минут, мы вас ждем в автобусе. Гатор военный в действии войны 73-го года, войны судного дня. По окопам можно пройти? А? Можно пройти по окопам. Ну, хочешь побывать в школе? Солдат. Ооновский поселок. Как раз вот это вот и есть граница Израиля и Сирии. Итак, утро в городе. Где 2007 лет назад был рожден сын Бога, по версии христиан. Назарет. Или нацерет, как настаивают местные. Утро дождливое, пасмурное, как нам и обещали вчера. Вот так нацерет выглядит из окна нашего отеля. Это самый большой мусульманский город, да? Арабский город. В Израиле. 70 тысяч населения примерно. Сегодня мы будем осматривать его остеообитально, если дождь не помешал. А дождь идет, и довольно сильный. А дождь идет, и довольно сильный. Ух, какой дождь. Вау. Дождь идет, и вау. А? Ага. Еще дождь идет, хотя уже восьмой час утра. Да. Ага. 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 на зарете и вообще в мире церковь благовещение сейчас находим на ее территорию вот здесь на хибро английском и арабском написано об этом и вот так она выглядит и напоминает нам как раз о том что чем рассказывать там евангелие помните когда архангел гавриил является в назаре к деве которую зовут мария и говорит ей радуйся благодатная ибо ты выбрана среди жен и тебе предстоит родить мессию и когда совсем молодая еще мария засмущавшись говорит как же я могу родить если я еще не знала мужа то ангел говорит ей о том что дух святой сойдет на тебя и и родишь ты сына и назовешь его иисус и происходит то что происходит происходит процесс инкарнации как называется как мы с вами можем назвать сегодня это явление когда слово становится плотью так вот господа мы с вами находимся во дворе церкви которая стоит на том месте где согласно христианской традиции располагался дом в котором проживала мария а рядом был дом где находилась плотницкая мастерская иосифа мы помним с вами что иосиф был гораздо старше марии мы помним с вами и другое что когда он узнает что обрученная ему дева мария беременна он будучи человеком взрослее ее будучи человеком добрым и мудрым он хочет ее отпустить что значит он хочет ее отпустить дело в том что традиция еврейская была весьма сурово к тем женщинам которые могли беременеть без мужа да и ее могли закидать камнями забить камнями насмерть он хочет ее отпустить но ему является архангел гавриил который говорит о том что ты должен жениться на ней и ты должен воспитать ребенка рожденного ею как своего собственного сына и иосиф не отказывается от нее но мы с вами помним и другое вскоре когда мария была уже беременна начинается объявленная по римской империи перепись населения согласно этой переписи каждый должен быть переписан в том месте откуда происходит его род род марии так же как и род иосифа идет из вифлеема и помните когда мы открываем евангелие читаем родословную иисуса она ведет нас не кому-нибудь а именно к давиду тому самому царю давиду который тоже родился в вислееме который потом уже стал взрослым человеком царем завоюет город иерусалим и сделает его святым городом так вот-то марии иосиф отправляются туда и именно там в вислееме рождается младенец иисус и появляется на небе звезда путеводная которую увидели пастухи и приходят туда волхвы которые приветствуют его как нового царя иудейского и что же происходит дальше помните о том что родился новый царь иудейский узнает царь ирод который приказывает перебить всех младенцев так говорит нам христианская традиция там в вислееме и архангел гавриил сообщает иосифу о том что им грозит опасность нужно спасать младенца и семейство уходит куда уходит семейство египет помните и три года живет там пока не умирает пока не умирает царь ирод и тогда архангел гавриил сообщает иосифу о том что все в порядке и можно возвращаться ирод умер и святой семейство возвращается но куда вифлеем где родился иисус нет возвращается именно сюда в назарет где был дом где была мастерская плотницкая самого иосифа так вот господа оказывается самая первая церковь на месте где стоял дом и марии была построена еще даже не церковь а читайте молитвенный дом иудео христианской общины как раз первыми христианами стали и родственники иисуса и те жители назарета которые поверив его учения стали продолжателями этого учения и в когда в четвертом веке нашей эры в 325 году христианство объявляется здесь христиан государственной религией а это происходит благодаря императору константину и его матери императрицы деления которая приезжает сюда она уже христианка она начинает поиск святых мест связанных с и деяниями иисуса на этом месте строится первая церковь византийская церковь которая была разрушена когда пришли сюда мусульмане в седьмом веке нашей эры но которая была вновь отстроена на месте разрушенной во времена крестовых походов а это уже 12 век и в церковь крестоносцев были как бы даже вобраны фрагменты той самой первой византийской церкви господа и хоть крестоносцы рассчитывали что они пришли сюда на века они продержали здесь не более двух столетий они изгоняются отсюда мусульманами мамлюками церковь вновь разрушена и только в девятнадцатом веке строится здесь церковь которая в середине двадцатого века стала просто мала для тех прихожан и паломников которые прибывали сюда и вот в середине двадцатого века в пятидесятые годы строится здесь вот это огромная церковь архитектором который является итальянский архитектор джованни мучо он построил этот церковь вобрал и те фрагменты которые сохранились от самой первой византийской и кое-что той крестоноской церкви но поскольку спасибо поскольку мы с вами понимаем что церковь посвящена марии отсюда и все верующие вносит сюда смысл что же самое главное христианское мы зайдем с вами вовнутрь в церковь и увидим там уже множественное изображение девы марии господа церковь католическая она принадлежит одному из католических орденов ордену францисканца и одна рука рука и иисуса а другая рука франциска ассийского основателя этого ордена в двенадцатом веке на руках если как следует приглядеться видны стигматы и на одной на другой раны у иисуса от гвоздей а у франциска ассийского в результате появления когда он много молится изучает священные книги медитирует и он чувствует как у него на руках появляются такие же кровоточащие раны как у иисуса на кресте ну вот господа чуть выше мы видим с вами изображение четырех евангелистов а еще выше архангела гавриила приносит вот эту самую благую весть о том что она должна родить сирию девять нареченной имени на имя переводится как здесь слово стало плотью и пребывало среди нас давайте но я не снял мы выйдем сейчас отсюда здесь надо про не пропустить на ней изображены как бы основные темы и жизни иисуса рождение петли еле путешествие в египет возвращение в назарет где иисус уже подросток да и иосиф обучать его плотницкому мастерству и господа предиздеяния и крещение на реке иордан мы с вами побываем там и проповеди которые иисус и наконец финал трагический финал смерти на кресте на голгофе в иерусалиме после чего происходит воскресение иисуса а потом и вознесение идем необычно нараве ровесница наша церковь а а а а а И обратите внимание, да, даже там видели, над самым святым местом, над криптой, нет вот здесь вот тоже такое отверстие, да, и как бы вот тот столб святости от той самой нижней части, самой святой части крипты, из того самого помещения, где когда-то, согласно христианской традиции, находилось само святое семейство, вот этот столб святости поднимается прямо наверх. Туда, в небеса, к самому Богу. И, господа, посмотрите, на этот купол, он выполнен в виде белой лилии. И напоминает как бы букву М, многократно повторяющуюся. Сама белая лилия, это символ чистоты, непорочности, это символ Девы Марии. И этот купол построен еще таким образом, что он не закрыт со всех сторон. А видите, там есть окошки, через которые свет дневной проникает сюда. И как бы, как сам Иисус, когда-то находящийся здесь, возносится к небесам. Так, согласно христианской традиции, мы же помним, и Дева Мария, она не умирает, она засыпает и возносится на небеса. Ее сын забирает туда. Вот он, тот коридор, который связывает место, где прошло детство, где была получена благая весть Марии, с тем местом, где она, согласно христианской традиции, находится сегодня вместе со своим сыном. Господа, ну а вот сам стиль, который избирает архитектор, смотрите, используя вот такие вот бетонные перекрытия, да, он как бы напоминает нам, откуда все это произрастает. Ведь скалы рядом, в которых было высечено помещение живое, где был дом Марии, да, вот такого вот бета, оттуда произрастает вот эта огромная конструкция церкви. И как кто-то, не помню, кто-то заметил из нашей группы, как будто бы головки гвоздей отпечатались вот в этом бетоне, который напоминает нам о страдании, как у Иисуса. Господа, я хочу обратить ваше внимание на черную мазарику, которая находится в алтаре, да, там вы можете увидеть сидящую в синих одеждах Царицу Небесную, Богородицу, Деву Марию. Перед ней стоит Иисус в красных одеяниях, перед Иисусом в желтых одеяниях стоит не кто-нибудь, а апостол Петр, которому Иисус вручает ключи. Петр держит ключи. И помните, это ключи от неба, да, и Иисус говорит ему то, что будет решено тобою здесь на земле, будет запечатлено на небесах. Но над головой Иисуса мы видим с вами глаз и голубя, символы Отца Святого, Сына, Отца, Сына и Духа Святого, да, голубь, символ Духа Святого. Вот эти многочисленные народы, которые как бы двигаются туда, к Иисусу, это символ всеобъемлющей христианской церкви, которая объединяла и объединяет народы, живущие в разных странах, на разных континентах, в разные исторические периоды. Вот эти символы. Еще один очень важный символ, это, господа, алтарь, который стоит перед мозаикой, посмотрите, он напоминает по форме лодку или ковчег, да, и оказывается главный молитвенный зал в церкви, вот как раз в котором мы сейчас с вами находимся, он тоже, согласно церковному обычаю, называется ковчег. То есть место спасения, конечно, прямая ассоциация с ковчегом Ноя, да, который дал возможность спастись членам своей семьи и спас там животных, да, так и церковь утверждает, приходя сюда, в церковь к Иисусу, спасается ваша душа, да, вы спасаетесь. Вот в чем смысл вот этих символов? Ну, а как в любой католической церкви, здесь есть упоминание и о крестном пути, пути страдания Иисуса, Виа Долороза, на которой 14 остановок Виа Долороза находится в Иерусалиме, да, то есть те 14 раз, когда Иисус останавливался, когда он где-то спотыкался, где-то ему утирали лицо, где-то он увидел мать свою, Деву Марию, где-то он, наконец, подходит к Голгофе, где он был распят, потом снят и положен на камень помазание, где тело готовили к сохранению, и, наконец, последняя остановка, пещера, где он был похоронен, откуда воскрес. Всего 14 остановок. Так вот, обратите внимание, вот, вот, вот здесь, в этой церкви, они изображены вот такими керамическими фанами, на которых изображены, вот, в Саду, в Саду, в Саду, в Саду, в Саду, в Саду. Продолжение следует... Церковь Благовещения из внутреннего ее дворика. Объемный крест. Продолжение следует... Я говорила, что мы с вами находимся на территории ордена францисканцев. И вот этот внутренний двор, в который мы с вами зашли, он принадлежит этому ордену и этому монастырю. Здесь же, вот как раз рядышком, находится колледж Террасанта. Террасанта означает святая земля. Здесь же мы можем увидеть с вами такой вот настоящий герб этого ордена. И он расположен как раз над этой дверью. Вот там вот можно увидеть сначала креста, Иерусалимский крест или крест паломника. Вот я, кстати, сказать вам о нем говорила, что это крест, который несет большую защиту человеку, верующему, который его носит. Это большой. Один крест, четыре длинных конца, и рядышком там еще четыре маленьких крестика. Всего пять крестов. Они напоминают о пяти ранах на теле Иисуса. Помните, две на руках, две на ногах, и это всего четыре и пятая в подреберье. Когда Иисус был уже на кресте, когда проверяли, жив он там на кресте или мертв, можно ли его уже снимать с креста. А как проверяли, у римлян все было продумано, да, это они использовали эту совершенно действительно жуткую казнь на кресте. Как проверяли, брали длинное копье и протыкали подреберье. И если человек был еще жив, то, естественно, кровоток в организме достаточно активен, много крови вытекало из раны. А если он уже был мертв, вытекало несколько капель крови до сукровицы. Вот так проверили и Иисуса. Было понятно, что он уже был мертв, его снимают с креста. Но на теле появляется пятая рана. Вот как раз этот крест потом францисканцы берут себе на герб. Над крестом две перекрещенные руки, как мы уже видели, одна рука Иисуса, одна рука Франциска Асисского, стоит с девятнадцатого века. Замечательная совершенно вот эта вот скульптура, святое семейство здесь при входе. А сейчас, когда мы будем заходить с вами, да, мы спускаемся в крипту. И в крипте, то, что мы с вами увидим там, это под полом нижней церкви располагается мастерская, бывшая мастерская Иосифа. Так, по крайней мере, говорит христианская традиция. Идемте. Бассейн высечен в четоскальных партнерах, но до сегодняшнего дня сохранилась часть штукатурки, потому что это действительно было место штукатуренное. Это не что иное, как никва. А что такое никва? Это специальный бассейн для ритуального омовения. Никвы существовали в древние времена в еврейских домах, или одна на несколько домов могла существовать, или, если была возможность, то и в каждом доме, в богатых, как правило, вообще в каждом доме. Она действительно высекалась в цикальной пароте, штукатурилась, и это было место для ритуального омовения. КОНЕЦ КОНЕЦ